Шановные украинцы, дорогие украинцы, тракторные войска работают, посевная будет окончена в срок. Это Гречино-Подовская территориальная община под Кривым Рогом. Всего в нескольких километрах к востоку идут боевые действия. Работать под аккомпанемент взрывов и выстрелов местным фермерам приходится с первого дня войны. Ставили опрыскиватели на стоянку и увидели, как летят две ракеты. Можно сказать, мы одними из первых увидели, что в нашем районе такое произошло. И все равно решили, что нужно работать. Если не будет хлеба, тогда вообще будет плохо. Нас в школе как учили? Хлеб всему голова. Сейчас фермеры уже могут спокойно пользоваться землей, за что очень признательны военным. Благодаря их мощному отпору противник вынужден был отступить. И теперь до полей добивает только дальнобойная артиллерия. ГСЧС работает очень быстро и отлично. Реагируют они мгновенно. В настоящее время мощностей хватает. Поначалу, когда обстреливали кассетными снарядами, тогда было проблематично. Имелись сотни и тысячи единиц неразорванных кассетных снарядов. Пока меньше прилетает, и ГСЧС более разгружены. Выезжают на поле, реагируют на заявку и в тот же день разминируют. Сейчас уже идет финальный этап. Сеют подсолнечник и кукурузу. Пока что пустыми остаются 40% полей, что в среднем нормальный показатель. Их должны засеять уже до конца месяца. Наши фермеры едут сажать свои зерновые, присоединяясь к тому, как наши ребята военные сейчас защищают нашу родную землю. Они не могут сидеть на месте, не могут ждать чего-то, постоянно выезжают. Хотя не всегда это безопасно. Они молодцы, очень активные и патриотичные. По данным Кабинета министров, из-за войны посевная в Украине хоть и затормозилась, но полученного продовольствия хватит, чтобы полностью обеспечить потребление внутри страны. И столько же отправить на экспорт. Но чтобы это произошло, РФ должна деблокировать порты в Черном и Азовском морях, а также очистить их от морских мин. Данила Кобза из Киева специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.